В игре стартовал ивент Железное Знамя, всего лишь на второй неделе нового сезона. В этом видео очень коротко пройдем по этапам квеста и взглянем на новое оружие и перки для него. Первый этап квеста заставит вас наконец отказаться от стазисного подкласса хоть на 1-2 матча. 10 стражей понадобится убить способностями пустоты или электричества, захватить 10 зон и убить 30 стражей. На следующем этапе потребуется захватить еще 20 зон, наконец-то мои напарники случайно и не будут пробегать мимо точек с лицом лица, а потом удивляться, что это мы проигрываем. Еще на этом этапе нужно сделать 20 убийств из револьверов, так что берите свой любимый 120 револьвер, да, они все еще в мете. И еще, кстати, что-то с Ластвордом сделали, мне прям понравился. Третий пункт этого этапа требует завершить 6 матчей. Следующий этап будет посложнее для тех, кто не любит снайперки. 10 фрагов из снайперской винтовки. Если у вас есть в арсенале объект поклонения или замороженная орбита с хорошим набором перков, то все пойдет чуть попроще. Следите за точками и контролируйте их на расстоянии, если вы не особо-то снайпер. Ну и кстати, на этом этапе нужно будет захватить 30 зон и в общей сложности убить 100 стражей. Не только со снайпы, слава богу, но и, например, с твоего любимого дробовичка. Четвертый этап предпоследний, он будет самым отстойным. 15 убийств с рукопашной атаки. Я передаю пламенный привет сотруднику студии, который придумывает такие задания. Это же так весело! Бежать к врагу в надежде добить его рукопашной атакой, да? Примете дробовиков. Просто с ума сойти. Титанам тут, конечно, чуточку проще с их заряженным ударом плечом. Варлоки тоже имеют пару хороших милишек, бьющих на расстоянии. А вот на охотнике убедитесь, что вы используете наиболее сильную ветку с рукопашкой. Я делал это на электричке с подкатом, можно это делать в стазисе. На этом же этапе захватите аж 40 зон и убейте 10 противников из дробовика. Ну, с этим-то уж проблем быть не должно. Финальный этап квеста. 15 убийств с помощью супера. Что тоже не самая классная идея от все того же парня, автора квеста. Когда вы играете нормальной командой, зачастую матч заканчивается по правилу Мерси, и у вас может даже не успеть накопиться супер. Так что либо вам матч затягивать с риском на поражение, либо выигрывать, но очень редко улететь. Также на этом этапе нужно сделать 3 убийства из пулемета. Огромное спасибо, что не 30. А то очередь на ящике с тяжелыми патронами, это уж точно последнее, что нам нужно. А еще набрать 25 очков за матчи. Они начисляются по завершении игр. 3 за победу, 1 за поражение. И многие этапы квеста, например, на захват точек, они скалируются от одного шага до другого. То есть вы не можете не обязательно зависать на одном этапе, пока не захватите 30 зон. Он перейдет на следующий. По завершении квеста возвращайтесь в башню и общайтесь с лордом Саладином. Что касается нового оружия. Дробовик на облегченной раме. В первый слот. Уроженец риса. Для этого дробовика вы можете получить поистине огромную дальность стрельбы. Перки, которые вам нужно ловить, будут следующими. Чок, высокоточные припасы, быстрое извлечение и железная длань. Да, на этом дробовике есть быстрое извлечение, которое вы брали со всех ваших ранее полученных дробовиков, типа Астральный Горизонт. Так что как альтернативу рассмотреть можно. Ну а особый перк железного знамени, железная длань, добавит аж 20 единиц к дальности в урон стабильности. Которая нам не особо-то нужна на дробовиках. Зато с таким набором дробовик сможет убивать на расстоянии от 6,5 до 7 метров. Да, к дробовику есть вопросы по разбросу выстрела, но перк Чок должен частично их решить. Дробовик на облегченной раме отдаёт небольшой буст к скорости вашего бега на 6,25%. И кстати этот эффект стакается с другими бонусами от экзотов, например от топотунов до 12,5%. Пулемёт Гром Архонта. Это пулемёт 360 архетипа на усиленной раме, то есть как Рой из прошлого сезона или как пулемёт Семи Серафимов. Но хоть не электрический, а солнечный, тут спасибо за альтернативу. Набор перков для него я бы искал вот такой. Зауженный ствол, тактический или расширенный магазин, излишки и полоса удач. Ничего строго комплементарного я сказать о пулемёте не могу, он как и большинство сородичей хорошо подходит для чистки трэша в ПВЕ, но какой пулемёт с этим не справился бы. Ещё одно важное замечание. На момент выпуска этого ролика, два новых оружия недоступны для получения из пакетов за ранги Саладина, из-за очередного бага. Так что единственный способ получить это оружие, выполнять квест за этапы которого оно падает. Надеюсь вам повезёт, у меня вот с шотганом очень даже сложилось, даже похвастаться вроде как не грех. А на этом всё. Спасибо за подписку, за просмотр, до связи Страж и удачи в Железном Знамени.